МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости региона в эфире. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Один муниципальный округ вместо нескольких поселений. Какие серьезные изменения обсуждались за круглым столом с участием губернатора? Не всем депутатам хватило места за столом. Что за тема вызвало ажиотаж в региональном парламенте? И в школах страны с 1 сентября детей будут кормить бесплатными обедами. Финансирование обеспечат федеральные и региональные местные бюджеты. А что в меню сегодня? Но вначале убийцу ребенка в детском саду Наринмара, скорее всего, направят в психиатрическую больницу. Следователи завершили свою работу и передают дело в суд. По версии следствия, 31 октября прошлого года 36-летний житель Наринмара беспрепятственно проник в детский сад. Сказка. Поднялся в спальню на второй этаж и убил 6-летнего мальчика. Экспертиза установила, что мужчина страдал психическим расстройством, своих действий не осознавал. Убийце предстоит принудительное лечение. Но решить это должен суд. Туда материалы дела направят после того, как с ними ознакомится сторона защиты. Единую систему публичной власти, о которой в своем послании говорил президент, в Поморье создадут начав с Каргопольского района. Предстоит объединение поселений в один округ. Уже идет общественное обсуждение. Об одном из заседаний материал Людмилы Селивановой. Зеленеющая в январе трава для Каргополя в диковинку. Но зимняя отепель хорошо отражает настроение местных жителей. Сердца требуют перемен. Грядут они в том числе для поселений района. О будущем говорили на заседании с участием губернатора. Обсуждали документ, который станет своеобразным инвестиционным портфелем района. На данный момент разрабатывается программа развития. Но такой черновой вариант у нас уже имеется. То есть туда попали все мероприятия, которые мы хотим. То есть это будет нашим планом действия. Обсуждался и план создания в Каргопольском районе муниципального округа. По сути это объединение всех поселений в одну систему управления. В прошлом году такие округа появились в нескольких регионах страны. Президент эту тему затронул. Было сказано, что стоит задача создать единую систему публичной власти в Российской Федерации. Мы будем выстроены в единую конструкцию, в единую систему зависимости друг от друга. Для того, чтобы обеспечить управляемость страны в целом. Предпосылок для создания муниципальных округов много. Главное финансовое. Когда выделяемые, в том числе из областного и федерального бюджетов деньги, расходуются неэффективно. А иногда и не расходуются вовсе. И на то есть объективные причины. Полномочия есть, а технологий и способов реализации не существует. Ввиду отсутствия финансов, человеческих ресурсов, инфраструктуры разваленные, системы учета и так далее, юридического обеспечения. Это все очередные факты, с которыми мы с вами, по крайней мере, со мной вместе, вы уже в течение 8 лет сталкиваетесь. И я это уже знаю и от вас, и в целом из личной практики достаточно глубоко. Поэтому с Каргопольского района начнется создание в регионе той самой единой системы публичной власти, о которой говорил президент. Главное, по словам губернатора, при любых изменениях не отдалить друг от друга власти жителей. И, конечно, искать компромиссы на общественных обсуждениях. Я считаю, что вы вполне в состоянии прийти к какому-то согласию. Мы, безусловно, это поддержим. Людмила Селиванова, Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. А на заседании Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству во властном собрании не всем депутатам хватило места за столом. Оно и понятно. Тема на повестке «Самое, что ни на есть горячее обращение с отходами». Алексей Карельский подробнее. Народные избранники решили поинтересоваться у регионального оператора, у перевозчиков, как им живется-можется. Ведь не секрет, что в ряде районов переход на новую систему обращения с ТКО буксует. Глава Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря, например, считает, что отстраниться от участия в этом процессе пытаются некоторые муниципальные образования. Недавно депутат сделал запросы. Один из вопросов был, заключено ли соглашение о транспортировке ТКО с мест накопления к местам складирования, то есть на полигоны. Так вот, большинство муниципальных образований пишут, мы этой информацией не обладаем. Представляете? Они не обладают информацией. Или кое-где написано о том, что не заключен договор. Еще одна проблема – исчезновение контейнеров. Их забрали перевозчики, не договорившиеся с рекоператором и ушедшие с рынка. В Архангельске из 14 компаний осталось 4, крупных только 2, и они уже испытывают трудности. Если на площадке стояло 4 контейнера, 2 из них сняли, и 2 осталось контейнера саха, а вывозка была и так ежедневно сделана, мусорик никуда не денется, то есть мусора стало в 2 раза больше. Можно покивать на рекоператора. Процент от выручки он должен тратить на приобретение контейнеров. Но прибыли-то пока нет, счета еще не выставлялись. В то же самое время в офисе Минстроя четко прописано, что это задача и муниципального образования, и управляющей компании – привезти данный контейнер. Кроме того, перевозчики просят решить вопрос с финансированием. Пока они вывозят отходы, по сути, за собственные деньги. Комитет областного собрания рекомендовал транспортному оператору урегулировать договорные отношения до 1 февраля. Алексей Корейский, Светлана Михеевская, Регион 29. В школах страны с 1 сентября детей будут кормить бесплатными обедами. Финансирование должны обеспечить федеральные, региональные и местные бюджеты. Найдутся ли на это деньги, станет известно позже. Ну а пока мы съездили в одну из самых больших школ Котласа, 7-ю, и посмотрели, чем там сегодня кормят детей и довольны ли они. Самые маленькие ученики отправляются в столовую в 10 часов на второй перемене. Медики считают, что к этому времени, если дома завтрак был неплотный, уровень глюкозы падает, и ребенку обязательно нужно подкрепиться. От этого зависит и его работоспособность, и здоровье. Полноценное горячее питание – это профилактика желудочно-кишечных заболеваний. У нас наблюдается тенденция к снижению желудочно-кишечных заболеваний по сравнению даже с предыдущими годами. И процент охвата горячим питанием у нас в школе достаточно высокий. Достаточно высокий охват – это 92% школьников. Причем в начальном звене из 642 ребят организовано питается минимум 606. А вот в среднем и старшем вольности уже больше. Подкрепляются 500 человек. Из них половина организована, половина на раздаче. И 123 ребенка вообще игнорируют школьную кухню. А зря считают четвероклассники. Кормят нас вторым. Мы едим котлеты, макароны, много едим. Кормят нас очень вкусно. Угадывают не то, что мы хотим, а то, что нужно есть то, что полезно. Иногда они угадывают то, что и мы хотим. Чего желают дети в школе выяснили с помощью анкет. Победила пицца. Так, меню дополнилось специально разработанной школьной пиццей. Правда, ее дают только на раздаче. В топе любимых блюд на организованном обеде – пюре с котлетой. На сегодня, например, был рис с котлетой. И тоже, как мы видим, ели с аппетитом. Мы работаем по меню на 10 дней, которое разработано по сборнику рецептур. Согласовано с Роспотребнадзором, где учитывается на каждый выход блюд белки, жиры, углеводы, а также витамины и минеральные вещества. В меню у нас используем мясо, рыбу, куру, молочные продукты. За организованный завтрак родители платят 90 рублей в день. За обед – 100. Так что в месяц набегает около 2000 рублей. Меры соцподдержки получают только дети из малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья. За первых бюджетная дотация – 30 рублей в день. Их хватает на гарнир и булочку с чаем. И многие родители доплачивают до среднего ценника, говорит директор Надежда Кондакова. За детей с инвалидностью плата составляет 65 рублей в день. В школе есть брокеражная комиссия, которая ежедневно проверяет качество школьного меню, снимает пробы меню. Столовая седьмой школы рассчитана на 300 посадочных мест. Производственные цеха работают на полную мощность. Давайте посчитаем. Если только в этом учреждении 606 учеников начальной школы питаются организованно и стоит один завтрак 2000 рублей в месяц, то на обеспечение бесплатным питанием младшего звена одной котлоской школы потребуется, внимание, 1 млн 212 тысяч рублей ежемесячно. А теперь умножим на 15 школ города. Вывод. Если в ближайшие месяцы на эти цели не откроется федеральное финансирование, с 1 сентября 2020 года бесплатного горячего питания в наших школах не будет. Владлена Романова, Елена Кермич, Олег Сивачек, Регион 29. Такие новости. Материал выпуска уже в нашей группе в соцсети. Совсем скоро новая встреча. Я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова